Жест доброй воли от РМК. Томинский ГОК высадил 100 тысяч сосен. Саженцы появились на территории двух лесничеств возле комбината, взамен тех, что были уничтожены при строительстве предприятия. Константин Гришенков продолжит. Вот, маленько зажали. И потом вот так заживается. Лесники и школьники вонзают в рыхлую землю лопаты необычной формы. Называются они мечами Колесова. Наконечник у них не плоский и широкий, напоминает лезвие рыцарского оружия. И позволяет быстро сделать в земле небольшое углубление, чтобы с удобством разместить молодое дерево. Саженцы были выращены, специально питомники садятся. Им два года. Получается, за ними там ухаживают. Потом мы их оттуда выкапываем, привозим вот на свои участки, садим. В районе будущего Томинского ГОКа высаживают более двух тысяч молодых деревьев. Все саженцы это уральские сосны. Дерево привычное к уральскому климату. Обладают очень хорошей выживаемостью, более 95%. В том, чтобы деревья прижились, помогают и активисты. Корни обкладывают льдом для сохранности. А вокруг саженцев выпахивают специальную полосу, чтобы защитить от пожаров. Участие в высадке принимают школьники поселка Томинского. Ребята отозвались активно, освободили мы их сегодня, правда, от занятий. Но они рады, в общем-то, поучаствовать в этой акции. Это уже не первый раз у нас эта акция в поселении проходит. Уже многие научились елочки сажать, поэтому это очень хорошо. И самое главное, это, как говорят, что лес это легкие нашего города. Помогают школьникам и сотрудники будущего комбината. На ГОКе уже работают полсотни жителей Томинского. Предприятия, входящие в группу РМК, регулярно принимают участие в озеленении производственных площадок и территорий присутствия. В прошлом году Томинский ГОК совместно с Шершневским лесничеством высадил более 66 тысяч сеянцев деревьев хвойных пород в Сосновском районе. В этом году за май при участии предприятия посадили уже около 100 тысяч. Наполовину больше, чем в 2017 году. Константин Гришенков, Егор Хвисюк, ОТВ.